Выйдя из карантина практически на пике прироста инфицированных, на Москве озаботились не тем, чтобы как-то разбираться именно с этой ситуацией, когда целые вахты газпромовских газовиков оказываются инфицированными, а планами американцев по освоению Луны. Что характерно, об этих планах было известно уже давно, и даже несколько лет назад была разработана и запущена программа Artemis, почему-то воспринятая в РФ как план освоения Луны. На самом деле, возврат на Луну является малой частью программы, а ее целью скорее является освоение более далеких небесных тел, в первую очередь Марса и астероидов, которые уже сейчас представляют высокий коммерческий интерес. Но в Москве проще вести речь об Artemis как о такой себе лунной программе, поскольку нежное сознание граждан РФ может не выдержать психологической перегрузки в момент перехода от осознания, что в США уже не прыгают на батутах, а планируют огромные космические программы. Причем эти программы уходят настолько далеко от орбитальной станции, предел пилотируемых программ РФ, что шок будет и вовсе невыносимым. Тем не менее, Москва отреагировала только на малую лунную часть этой программы, и как это не смешно, не на теоретическую или практическую ее составляющую, а на юридическую. Дело в том, что с 1979 года Луна считается международным объектом, где должны действовать правила, сходные с антарктическими. То есть никто там не столбит свою территорию и не распространяет на нее свой суверенитет. Но Артемис продвинулась к той фазе, когда физическое присутствие людей на Луне стало вопросом пары-тройки лет. Более того, прямо сейчас технологии позволяют обеспечить как транспортную составляющую этого проекта, так и инфраструктурную. Проще говоря, технологий уже достаточно для того, чтобы не просто вернуть людей на Луну, но и сделать их присутствие там постоянным и экономически обоснованным. Просто напомним, что недавно НАСА подписало контракты с тремя производителями космической техники с вручением каждой из них по миллиарду долларов на разработку транспортного средства, которое может стать многоразовой системой доставки на Луну людей и грузов. А уже в феврале следующего года будут отобраны две компании, которые и станут производить эти транспортные средства на постоянной основе. Кроме того, как минимум две команды работают над тяжелыми ракетами и космическими аппаратами межпланетного класса, которые будут способны осуществлять регулярные и многоразовые полеты до Марса и обратно. Причем это уже не просто теоретические прожекты, а вполне реальные инженерные конструкции, которые постепенно обрастают металлом. Но все это как-то не возбудило Москву, а вот когда речь дошла до юридических аспектов, там поняли, что все это всерьез и фактически находится уже на финишной прямой. Дело в том, что любая деятельность человека до этого момента происходила на поверхности Земли и в принципе давно и плотно урегулирована несколькими слоями нормативно-правовых актов. Например, даже в Антарктиде убийство останется убийством и убийца будет наказан. В принципе, имеющихся международных норм права достаточное для того, чтобы регулировать деятельность экипажа Международной космической станции, поскольку она является таким себе кораблем или подводной лодкой, просто с международным экипажем. Аналоги правового регулирования такой деятельности работают и на поверхности Земли. И тем более станция имеет научный, а не коммерческий статус. Никто не извлекает прямой выгоды из ее деятельности, а научные эксперименты, проводимые на ее борту, являются полигонными для соответствующих земных институтов и предприятий. В этом плане Луна, Марс и далее не рассматриваются как небесные тела, где будут производиться чисто научные исследования. Напротив, изначально предполагается извлечение коммерческой выгоды, и это неудивительно, поскольку чисто исследовательский статус МКС уже показал тупиковость подобного подхода. Ведь не имея возможности окупать себя, проект стал бездонной бочкой и поглотил в себя гигантские средства, затормозив продвижение человечества к новым космическим рубежам. Думаю, что когда-то роль МКС будет рассмотрена именно в таком контексте, и окажется, что она стала главным тормозом развития космических технологий и исследований, остановившим прогресс минимум на 30 лет. Просто обратим внимание на то, что коммерческое использование даже околоземной орбиты идет очень активно, и множество проектов, которые планировались исключительно коммерческими, вполне окупают себя. И только МКС, где находится небольшой экипаж, работает в режиме огромной помпы, всасывающей в себя гигантские ресурсы, применение которым нашлось бы в других местах. Неудивительно, что в дальнейших проектах МКС не придется никакой роли. По сути, она себя давно изжила, и для того, чтобы двигаться вперед, космические программы обязаны иметь мощную коммерческую подоплеку. Ну а там, где ведется коммерческая деятельность, и тем более в новых или весьма необычных условиях нужны и новые правила. Вот эти-то правила сейчас и разрабатываются в США. Только этот момент заставил Москву понять, что поезд уже давно ушел со станции МКС и, набирая скорость, движется дальше. И еще этот процесс оказался маркером для самой российской космической программы. По сути, большая часть ее осталась в парадигме 20 века. То есть все космические программы либо прямо работают на военных, либо как-то опосредованно шлифуют определенные технологии, которые в первую очередь, а возможно и исключительно, будут использоваться в пользу военных. По сути, там нет ни интереса в том, чтобы двигаться дальше, ни представления о том, что там делать и как окупать эти программы. А главное, Московия деградировала технологически, и даже не в том смысле, чтобы построить какой-то отдельный аппарат, а чтобы создать гибкую и эффективную систему, которая может оперировать в совершенно новых условиях. Для понимания этого фундаментального состояния достаточно посмотреть на то, как технологически отсталой выглядит РФ за пределами нескольких мегаполисов. Она до сих пор находится на грани 19-20 веков, а это говорит о том, что вот такую систему там не смогли сделать на поверхности земли и на своей территории. Будь это иначе, они ни за что не дали бы китайцам уничтожать свою Сибирь. Но ведь главным свойством россиян всегда была черная лютая зависть, но поскольку прямо завидовать вроде как не камильфо, они все это переводят в разряд юмора. Просто вспомним, как юморил Рогозин по поводу батутов, когда в Штатах только началось это новое движение, но теперь уже ему не до смеха и юмора. Теперь он возмущен и грозен, и да, уже без батута. И что характерно, ведь не только юмористы в РФ увлеклись этой темой. Прямо сейчас готовится к смыву в унитаз огромный пласт российско-совкового фольклора, процветавший там лет 30-40. Масса книг, статей, документальных фильмов и различного сорта рассказок сейчас окажутся просто позорными сплетнями, которые по своему качеству намного более хуже, нежели те, что рассказывают бабки на лавках у подъездов. Ведь там была целая индустрия всего этого на тему фальсификации полетов американцев на Луну. В эту тему вмазались не только профессиональные юмористы, но и сказочники от науки и техники, чиновники и крупные военные. А через несколько лет американцы не просто будут постоянно жить на Луне, но и поставят мемориалы рядом с посадочными модулями, которые доставили первых людей на поверхность естественного спутника Земли. Но вот насмешливая риторика в Москве кончилась, и вместо нее послышались уже другие словеса без плоских подколок и прочего. Так Дима Рогозин, раньше рассказывая про батут, которым американцы будут запускать своих астронавтов в космос, теперь говорит совершенно другие вещи. Создайте коалицию желающих, а затем без ООН или даже НАТО продвиньтесь к цели. Но это приведет только к новому Афганистану или Ираку. И уточнил, принцип вторжения одинаков, будь то Луна или Ирак. Но Рогозин не понимает, что американцы уже предложили участие в проекте Европейскому космическому агентству, Японии, Канаде и даже Объединенным Арабским Эмиратам. Уже кто из них решится участвовать в проекте, как и чем, другой вопрос, но предложение сделано. Другое дело, что не пригласили РФ, но их и приглашать нельзя, поскольку они, по крайней мере, на МКС завезли кучу всякой чуши, глядя на которую, американские астронавты однозначно сделали свои выводы о том, что их надо держать как можно дальше и уж точно не пускать их в совместные и тем более коммерческие проекты. Недавние нефтяные маневры Путина говорят об уровне адекватности этой публики и потому-то их никто приглашать не собирается, ибо мухи отдельно и котлеты тоже отдельно. Зам Рогозина, некто Сергей Рябков, решил не отставать от шефа и клеймить ненавистных американцев жестко и вдохновенно. Он сказал примерно такое. «Они продолжают линию, которую США проводят на земле, тот, кто не с нами, против нас». Тут Рябков, как и многие российские деятели, наделил оппонента своими собственными мыслями и принципами. Впрочем, к этому в Украине уже привыкли и хорошо помнят со времен диспетчера Карлоса. Если кому-то показалось, что этот вывод несколько перетянут и сделан лишь по одному, возможно, неудачному заявлению чиновника, то в таком случае стоит обратить внимание на еще одного зам Рогозина. Некто Сергей Савельев поддержал шефа такими словами. В истории уже были примеры, когда одна страна решила начать захват территорий в своих интересах, и все помнят, чем это закончилось. Трудно сказать, что именно имел в виду этот Савельев, Южную Осетию, Донбасс, Крым, Калининград, Курилы с половиной Сахалина, Приднестровье или что-то другое, и пока это еще не закончилось, но мы точно знаем, какая именно сторона это вытворяла. В общем, из Москвы раздаются нервные крики, потому что пассажир наблюдает, как, набирая скорость, удаляется последний вагон поезда, в который он надеялся попасть, а вагон все дальше. Субтитры создавал DimaTorzok